Новая Гордома сегодня собралась на первое заседание. И впервые в зал пришли десятки журналистов, в том числе и федеральных СМИ. Все ждали и дождались. К рассмотрению ключевых вопросов об утверждении главы и вице-спикера депутаты приступили лишь со второй попытки. Да и поработать пришлось за двоих. Оппозиция устроила коридорный бунт. Почему не явились и чего стеснялся новый мэр, знает Кирилл Сладков. Джинсы, деловые костюмы и рясы столь разношерстной публики на заседании Гордомы, пожалуй, еще не было. Благословить на работу депутатов и нового градоначальника пришли даже священники. Сегодня праздничный день во всех отношениях, потому что официально в должность вступает новый избранный мэр. Хотелось бы, чтобы Господь ему помогал. Ну и накануне праздника Семена Верхотурского. Это знаковое событие для столицы Урала. Правда, не прошло и 10 минут, как первое заседание Думы 6-го созыва попытались безбожно сорвать. Вместо 36 народных избранников свои кресла занял только 21 депутат. Справедливо Рос и партия пенсионеров в зал заходить не стали. Под дверями их старшие товарищи по фракциям объяснили их прогул с политическим подтекстом. Нашими двумя партиями сделано коллективное обращение в Следственный комитет Свердловской области, прокуратуру Свердловской области и ФСБ по Свердловской области с просьбой провести расследование изложенных в нашем заявлении фактов фальсификации. Пока одни депутаты шумели в коридоре, их коллеги дождались еще двух депутатов, собрали малый кворум и официально утвердили в должности главы Екатеринбурга председателя Думы Евгения Ройзмана. Новый мэр в пиджаке и небрежно повязанном галстуке чувствовал себя явно скованно. Заметно волновался и путал бумаги, а иногда даже стеснялся голосовать. Уважаемые коллеги, я прошу проголосовать, кто за то, чтобы я вошел в состав комиссии. Кто против? Кто воздержался? Я не голосую. Я понял, я проголосался. Я проголосовал за. Я просто мне неловко самому за себя голосовать. Сегодня же у Ройзмана появился заместитель. Вице-спикером стал Виктор Тестов. Кандидаты от партии власти поддержали большинством голосов. Кроме того, депутаты объявили конкурс на замещение должности сети-менеджера. Сегодня мы только лишь решали вопрос о том, чтобы назначить процедуру, вот эту комиссию и процедуру по выборам будущего главы администрации, так называемый сети-менеджер. Все будет ясно в октябре. Самым вероятным кандидатом на пост городского управляющего считается нынешний глава администрации Александр Яков. На заседании он заявил, что не исключает своего участия в конкурсе. Кто сможет составить ему конкуренцию, пока не ясно. Но в том, что ближайшие недели для думцев будут напряженными, не сомневается никто. Надо формировать постоянные комиссии и активно приступать к работе по формированию бюджета следующего года и на предстоящие три года. В Новой Думе представлено шесть политических партий. Некоторые из них уже сегодня попытались поставить работу парламента под сомнение. Для руководства гущей недели для думцев будут напряженными, не сомневается никто. Надо формировать постоянные комиссии по работе по формированию бюджета следующего года и на предстоящие три года. В Новой Думе тоже личные неприязненные отношения. Ко мне лично, к другим руководителям администрации города. Надеюсь, что они поставят развитие города выше личных каких-то амбиций. Внеочередное заседание Думы назначили на 1 октября. Необходимо вовремя принять бюджет Екатеринбурга на будущий год. А для этого начать плановую работу всех комиссий городского парламента. Кирилл Золотков и Владимир Середа. Новости 41 канала.